Всем привет и добро пожаловать на подкаст «Русосущественники». Сегодняшний гость работает иностранным репортером на норведском телеканале TV2. Он следит за мероприятиями и конфликтами во всём мире. На протяжении 22 лет он освещал события в России. Он также написал книги и снял документальные фильмы о России. Добро пожаловать в Эйстенбурге! Спасибо большое! Давайте начнём с вопроса, который я задаю всем моим норведским гостям. Что вас вдохновило на изучение русского языка? Откуда возник интерес к России? Если честно, я не особенно интересовался Россией или русским языком перед тем, как я вступил в училище иностранных языков норвежской армии 1988 года. Как все норвежские мужчины в то время, я должен был отслужить своё время в армии. И я как раз вступил в это училище, где я учился русскому языку в течение полтора года. Я приобрёл примерно 15 тысяч слов и довольно свободно мог потом общаться по-русски. Потом перешёл на гражданскую жизнь и там продолжил свою учёбу в университетах и в Норвегии и в Штатах. И на сегодняшний день я всё ещё люблю русский язык и русский народ, культуру и литературу. А что с русским народом и русской культурой и Россией? Почему вы, можно сказать, вы любили? Ну, прежде всего, конечно, я бы сказал, литературу. После того, как научился русский язык, я стал потихонечку читать по-русски. Достоевского, другие писатели. Это мне очень понравилось. Музыка, конечно, классическая музыка. Мне очень нравится. И сам язык, он такой сложный, да? И, ну, с другой стороны, он тоже такой красивый, что для меня он просто остался как такой интерес. И я каждый день читаю статьи, газеты по-русски, чтобы пробовать, как бы, практиковать как можно больше свой язык, как можно чаще, конечно, с русскими людьми. Общаюсь, хотя в это время с коронавирусом стало довольно трудно путешествовать по России. А как вы стали иностранным репортером в России? Стали я корреспондентом в ТВ-2 в Норвегии в 1995 году. Да, и это, ну, с одной стороны, это было случайно, что меня принимали на работу. Но, с другой стороны, они, значит, ТВ-2 очень нуждалась, значит, журналисты, которые знали русский язык в то время. В то время и норвежские политики, бизнесмены, другие отрасли, общества, они все смотрели на Россию как, ну, вдруг открытую страну, где можно инвестировать и так прочее. И ТВ-2 хотела это освещать. И как раз принимали меня на работу. И, ну, за последние 22 года я путешествовал по многим странам мира, но чаще всего в России. Да, это очень интересно, потому что вы работаете корреспондентом почти четверо века. Это очень долгое время. Расскажите, как много Россия меняется по-вашему? Россия, по моему мнению, очень много менялась за это время. И я это видел своими глазами, как, ну, сначала довольно медленно, по-моему, а потом более резко менялась. И мне жаль констатировать, что не к лучшей стороне. Я, если вы спрашиваете о том, какие события мне помнятся лучше всего, это трудно, конечно, вспомнить, но, допустим, Олимпиада в Сочи 2014 года, это было большое событие. Я тоже был в Москве, в России 2018 года, во время Кубок мира по футболу. И это был, конечно, большой праздник, очень весело, но тоже иногда немножко трудно, если чисто профессионально. Да. Ну, расскажите, пожалуйста, как это быть корреспондентом в России? Как проходит обычный день корреспондента? Может быть, глупый вопрос, потому что вообще никакого необычного дня. Нет, вы правы, что у меня очень редко обычные дни бывают, конечно. Но когда я иду на работу утром, бывает, что я там сижу, работаю, вот, как нормально, но иногда тоже меня высылают в какую-то страну мира, чтобы там освещать какое-нибудь событие. Чаще всего, как я сказал, в Россию. И обычный день там – это то, что мы тогда обычно живем в какой-то гостинице и начнем свой рабочий день довольно рано. И целый день мы стараемся как можно больше снимать от того события, которое мы там, чтобы освещать. Делаем свой репортаж, монтируем, отправляем домой. И вечером, как обычно, прямые эфиры, так сказать, на телевидении в Норвегии. У нас очень длинные рабочие дни, обычно от 15 до 18 часов. А что самое лучшее и самое худшее в работе репортера в России? Чем это отличается от работы в других странах? Я в свое время путешествовал по всему миру. И я часто говорю своим коллегам, что в основном это довольно простая работа, чтобы делать интервью с людьми, с обычными людьми, или освещать какое-то политическое событие. Везде это довольно просто, я так думаю. Кроме в России. В России, если ты работал в России как журналист, как иностранный журналист, все остальное будет очень просто. Потому что там все стало очень сложно. Особенно за последние 6-8 лет основная трудность заключается в том, что обычные люди, россияне, стали более осторожно относиться вообще к иностранцам. Некоторые даже боятся общаться с иностранным корреспондентом. Боятся, что если они говорят что-нибудь на нашем эфире, это будет иметь последствия для них. Боятся, что кто-нибудь может видеть, что они вообще говорят с нами. Это очень жаль, потому что вот мои первые годы как корреспондент в России этого не было. И все с большим удовольствием общались даже с иностранным корреспондентом. Вторая сложность своей работы в России – это то, что опять за последние 6-8 лет власти стали более тщательно как бы следовать за нашей работу. Во-первых, официально мы должны на всякий момент иметь все правильные документы. Конечно, виза, аккредитации всякие. И это занимает очень много времени, чтобы просто иметь все эти правильные документы при себе. Я, тем не менее, это делаю всегда. Но даже с этим я очень часто испытываю, что власти, полиция и так далее хотят препятствовать меня в своей работе разными способами. Да, но давайте поговорим о случайном. Потому что в 2030 году вы и ваш фотограф были арестованы российской полиции, когда вы снимали репортаж на лишнее в Сочи до Олимпиады. Расскажите об этом случайном. Что было причиной ареста? Ну, это было в октябре-ноябре 2013 года. Это не было в самом Сочи, а в Адигеи. Это маленькая республика чуть к северу от Сочи. И мы были там, чтобы разговаривать с обычными людьми, которые, правда, живут очень близко к Сочи, если по прямой линии. Но на самом деле оказалось, что они живут очень далеко от Сочи. В том смысле, что они не видели все инвестиции на инфраструктуру, все это прочее, все эти деньги, которые попали вдруг в Сочи. Они не имели возможности смотреть своими глазами вот эти зимние игры. У них не было денег, не было возможности приобрести билеты на это. И они, вот те люди, с которыми мы там общались, они довольно критично относились, значит, ко всему этому. Что они тоже хотели вот этот праздник, но их не пригласили. Я думаю, то, что случилось, это было, что местные власти в этой республике очень тщательно следили за нас. Мы видели своими глазами, что и гражданские машины, и полицейские машины все время следовали за нами, что они смотрели на нас, что они, вот, типа, все было под контролем. Но постепенно они стали, как бы, нас останавливать. Это случилось, типа, каждого, каждый полчаса, что какой-нибудь полицейский патруль нас останавливал, содержали, допрашивали, так прочее, за очень долгое время. Даже обвиняли нас в употреблении наркотиков, попытались, значит, заставить нас отдавать какие-нибудь, значит, не знаю, тест, чтобы это доказывать. Я должен был попросить помощь у Норвежского министерства иностранных дел, они помогали. Мы вышли из этой ситуации, слава Богу. Но в течение вот этих, может быть, 48 часов нас задержали не менее семи раз и очень препятствовали нас в нашей работе. И я тогда принял решение, когда мы доехали до Сочи, чтобы делать один длинный репортаж о том, что мы испытывали. Дело было в том, что мы все это снимали, даже скрытыми камерами, что полиция все время хочет, как бы, надавить на нас. И из этого мы делали репортаж, где все доказательства просто были там. Этот репортаж был распространен по не менее 20 странам мира. И представьте себе, что несколько недель до зимних игр это стал большой скандал для российского правительства. Они, в конце концов, были заставлены извиниться перед нами и обещать, что работать как журналист в Сочи это на самом деле безопасно. Да, ну это интересно, потому что после, как скоро после этого, в 2014 году, наверное, все изменилось, наверное, из-за ситуации в Украине, наверное. И, конечно, вы освещали конфликты во всем мире, наверное. Но и также в Восточной Украине и в Грузии. Конфликты, в которых участвовала Россия. И все еще участвуют. Как освещать такие конфликты? Что было самое страшное? Что вы испытывали в этих командировках? Да, я, наверное, освещал около 14 конфликтов в своей карьере. Это на самом деле довольно сложная работа, работать в конфликтной зоне. Но я это сделал. Не только Украина, Грузия, но тоже во многих других местах, на Балканах, допустим. Самые страшные моменты случились именно в Украине, я бы сказал, 2014-2015 года. И один такой момент, который я особенно вспомнил, это 2015 года, город Дебальцеве. Там шли ожесточенные бои между украинскими и, как я понял, российскими войсками. Остался там один коридор к этому стратегическому важному городу Дебальцеве. И было перемирие за несколько часов, и я решил, чтобы давайте едем туда, чтобы смотреть, как живут там гражданские люди в середине такой войны. И дело в том, что там, хотя перемирие, оба стороны стреляли, тем не менее, артиллерией постоянно. И вдруг пробилось кольцо на нашей машине, когда мы собирались выезжать оттуда. Осталось только два часа от перемирия. И мы так считали, что после этих двух часов здесь будет еще хуже. И запасного колеса у нас не было. Ситуация была довольно, как сказать, сложная. В конце концов нам помогали какие-то местные люди, чтобы отремонтировать это кольцо. И в последний момент буквально, перед тем, как вот эти бои продолжались по-настоящему, за несколько дней после этого этот город был захвачен российскими войсками. Когда мы доехали до города Краматорск, это уже, значит, конечно, украинская территория тоже, но там спокойно, мы заметили, что кто-то даже стрелял по нашей машине, когда мы выезжали от города. Там были дырки от пули в машине, и мы должны были, значит, заплатить компенсацию на эту компанию, на Avis, которая арендовала нам эту машину. Да, очень интересно. Если, ну, некоторые, наверное, много россиян не верят, что Россия участвует в конфликте во Восточной Украине, а что вы хотите им сказать? Ну, я видел своими собственными глазами там российские войска во время этой войны, и я думаю, что все слышали, что даже президент Владимир Путин, хотя он сначала это отрицал, в конце концов, не помню, когда это было, 2017 года, наверное, признался, что да, конечно, там есть русские военные и были. Я думаю, что никто из тех, кто там работал журналистом, сомневается хоть одну секунду на это, что это было так. Да. И какие навыки нужны хорошему репортеру по-вашему? Ну, значит, если говорить о иностранном корреспонденте, как я, я думаю, что самое важное это знание языков, ты должен обязательно знать как минимум два языка очень хорошо, кроме своего, и еще пять или шесть языков, которые ты понимаешь более-менее и можешь общаться как простым образом. Потом, я думаю, ты должен быть любопытным, и для меня, допустим, я всю жизнь, всю профессиональную жизнь путешествовал везде, постоянно, и ты должен любить эту жизнь, конечно, это напряженная жизнь иногда, и ты должен тоже быть, я бы сказал, принципиальным человеком, если работаешь особенно в зонах, где где есть люди, где власти, допустим, хотят препятствовать тебе твоей работе, и наверное, иногда должен быть смелым, потому что на самом деле довольно часто я испытываю неприятные ситуации, именно где либо обычные люди, либо кто-нибудь другой хочет чтобы остановить нашу работу. А вы принципиальный человек, а вы, например, если должны сидеть в тюрьме за вашей идеей, или за ваши принципы, можно сказать. Да, я готов к этому, и это такая мысль, которая постоянно в твоей голове, если работаешь в какой-нибудь стране, где ты знаешь, что, допустим, правовая система, правовая судебная система не работает, где власти этой страны хочет тебя препятствовать или управлять. Всегда есть такая опасность, но я думаю, что моя работа заключается в том, чтобы быть глаза и уши норвежского народа, когда возникает какой-то конфликт или какое-то событие за границей, чтобы рассказывать им, что на самом деле происходит. Да. И последний вопрос. Как будущее в России по-вашему? Я, к сожалению, довольно пессимистически настроен в этой области, потому что я своими глазами видел, какое направление Россия двигалась за эти последние 20-30 лет, она двигалась в место, где не можно сказать, что люди имеют право выбора. Допустим, это после того, как Путин вошел во власть, я думаю, что вот это право не соблюдалось вообще в России, и я думаю, что теперь, когда Путин, наверное, хочет продлить свой срок по власти еще дольше, есть довольно большая опасность, что Россия стагнирует как страна и экономически, культурно и в других отраслях. я думаю, что та стратегия, которая по всей, которая, наверное, следит нынешняя русская власть не очень умная в том смысле, что она создала очень нестабильная страна, где очень много людей хотят более реально влиять на политику, на свою жизнь, так сказать. Поэтому я пессимистически настроен в это, но я все еще верю в русскую душу и надеюсь очень, что ситуация будет лучше в области прав человека, особенно в России. Да, так же надеюсь. Ну, хорошо, я думаю, что это все. Спасибо огромное еще раз, что вы пришли на подкаст. Спасибо вам. Да, хорошо, до свидания. Пока.